Заказчики попросили поставить две квартиры, которые они хотят приобрести, точнее, хотят приобрести одну из них, а две квартиры на выбор. Мы с ней сравним, посмотрим две квартиры, плюсы и минусы, и посоветуем, что это лучше взять. Вот у нас последний этаж, мансардный этаж, такая большая подсторонная квартира, здесь 165 квадратов или около того. Застройщик предлагает здесь сделать кухню и зал, ну, они на самом деле не супер большие, то есть достаточно такая, ну, не знаю, может, примерно 45-30. С этой стороны предлагает сделать вот в этих двух комнатах большую спальню с гардеробом и детскую, причем есть вот такое вот окно детское, странное, круглое, и она действительно темная. Вот, и, соответственно, вот такая квартира, здесь можно расположить ванной две, вот здесь можно расположить ванную при входе какой-то гардероб оборудовать. В целом все хорошо, просторный и большой просторный холл, но я считаю, что с такой компоновкой, с такой квадратурой нам будет выгоднее перенести кухню вот сюда, как бы иметь воду и так далее, но отказаться от газа. То есть кухня будет электрическая и с маленьким окном, здесь будет какая-то столовая зона и здесь будет зал, поэтому, в принципе, будет хорошо. И с этой стороны, соответственно, будет две спальни. Размер, он логичен и лучше для такой большой квартиры. Ну, еще как минусы, вот если бы здесь была кухня и зал, то эта сторона у нас заходит во двор. И, получается, мы видим дома, соседей, дворик. Это неплохо, но для зала хочется что-то красивее. И пока я не был на объекте, я был уверен, что зал будет расположиться выше с этой стороны. Но теперь на объекте я вижу, что здесь прямо перед нами стоит дом, и он всегда будет заграживать нам вид. Дальше, конечно, открывается красивый вид, но при этом, в общем-то, с любой точки, с любого ракурса будет видно этот зал. Есть надежда на то, что в кухне будет лучший вид, но это окно достаточно высокое от пола. Я вот стою по плечу, оно у меня, да, окно, и поэтому, чтобы, допустим, ослазаться видом, по факту приходится немножко задирать голову и как бы смотреть на кофе вверх. Так, ну, мне это тоже не очень нравится. Ну, я даже не знаю, мне, честно говоря, пока вообще не понравился этот мансардный этаж. Как бы он, конечно, чуть дешевле, чем остальные этажи, но, мне кажется, не самый рациональный. Плюс есть такой нюанс, лифт доезжает только до восьмого этажа, и вот до девятого этажа нужно еще вот здесь один этаж пешком подняться. Вот я еще, наверное, скажу про окно. Это очень сложно будет обсудить в дизайне, потому что одно окно прямоугольное, второе окно такое скругленное. Это все из такой необычной архитектуры, своеобразной архитектуры, да, с фасадом смотрится очень интересно. Но изнутри мы имеем дело с такими окнами, что с этой стороны, что с этой стороны, ну, и вот эти вот виды из зала, ну, конечно. Даже если будет здесь не зал, а мастер-спальня, то есть просыпаться с видом на дом, мне кажется, не самое приятное занятие. Ну, сейчас посмотрим вторую квартиру. Короче, вот это вот 126 квадратов очень похоже на ту же квартиру, которая есть. Только, допустим, мы здесь могли поставить стену до конца, а здесь не можем. То есть мы здесь можем только вот сюда прийти. И здесь, соответственно, какой-то такой выгрыз, либо выгрыз, либо мы делаем стену до конца, и колонна встается в комнате. Вот эти вот углы внешние, внешние, внешние углы, их же отделывать надо. Как так можно строить? Вот это вот замечательный уголок, уголок для паучка. Ну и окна, окна. Виды, конечно, здесь уже получше в этой квартире. Здесь, в принципе, такая же история. Скорее всего, скоро не застроят, застроят, может, этот участок. Ну, в общем-то, даже если он будет там девятиэтажным, ну, там, условно, так, условно, вот, пым, с таким домиком, да, то, в принципе, вид особо не загораживает. Виды в этой квартире лучше, но вот эти вот колонны, я даже не представляю, как их обыгрывать по планировке. Ну, как бы, представляю, конечно, но ничего хорошего не получится. Ну, и вот эти вот углы замечательные со всех сторон. Они явно никуда не денутся. И окно. Ну, это вот, опять-таки, когда архитектурный облик вообще не продуман и не связан с интерьером. Ну, вот такой обзорчик, поэтому, не знаю, здесь квартира меньше, 127 квадратных метров, там, 165 квадратных метров. По цене, как бы, заказчикам устраивать и то, и то, хотят выбрать так, чтобы было лучше. Ну, и из двух этих квартир, я, конечно, явно буду голосоваться, там, 160 квадратных метров, потому что она просторная, там, вот этих вот нет бесконечных колонн, но в то же время есть вот этот вот там стремный стремный вид из зала, да, который выходит на этот дом. И, скорее всего, придется делать там или детскую, или мастер-спальню, но все равно грустно и обидно иметь такую хорошую конвертиру и такой нехороший вид. Вот, мы сейчас проехали на другой объект, и я могу показать, как вот с этих локон, которые мы хотели купить, вот это прекрасное сооружение, которое просто-просто перед ним заграживает весь вид. То есть, если бы его не было, сейчас вот так вот нету, то было бы потрясающее продолжение, вид и вообще супер. Но эта штука есть, и это вообще не круто. Поэтому в этом блоке я советовал заказчику не покупать квартиру. Сейчас смотрим на вот тот блок, но там вроде бы еще более-менее вид получается. В общем, те две квартиры я запарковал заказчику, ни одна из них мне не понравилась. Попросил подумать еще, заказчики подумали еще. В этом же застройщике есть третья квартира, которая устраивает их по почте и по цене. Предварительно устраивает планировки, так что сейчас буду смотреть, сравнивать плюсы и минусы. Здесь двухуровневая квартира, примерно по 85 квадратов на каждом этаже, то есть всего 170. Вот здесь такая зона прихожей. По плану от застройщика здесь спальня, там зал и кухня. Небольшая ванная, какое-то место для шкафа. Зона для гостевой спальни, ну, типа такое. Можно сделать какое-то хранение здесь, с такими окнами, во двор. И какое-то хранение с этой стороны. Соответственно, кровать поставить, скорее всего, здесь, чтобы видеть вход. И в этой нише сделать телевизор. Либо есть другой вариант, но чуть позже я вам расскажу. Дальше здесь по коридору будет лестница на второй этаж. Там выше будет мансардный этаж. И, соответственно, очень-очень крутые ступеньки. Соответственно, даже если делать полноценную лестницу здесь и здесь, да, вот ставить, то, скорее всего, будут крутые ступеньки. И, опять-таки, есть вариант, как это все исправить. Также на первом этаже у нас здесь, соответственно, большой зал. Есть такой красивый проем и вход в кухню. В принципе, можно какой-то вход оттуда закрыть. И здесь разместить более вместительную кухню. Потому что сейчас это, конечно, маленькая кухня. Газ приведен. И вот теперь тот вариант, который я говорю, что здесь можно сделать. То есть из несущего здесь вот эта вот система, то есть колонны и ядра жесткости с двух сторон. Это место несущее, то место несущее, но это уже конец квартиры. И все, собственно. То есть что в итоге может получить доказчик? То есть вот эта стена уберется. Окна, свет освещают нам почти все цельное пространство. Мы видим красивую лестницу со входа. Скорее всего, вот здесь будет какая-то арка вот до этого угла. Но в целом будет такое одно большое чистое помещение. При этом эту ванну можно сделать как частичный гардероб, частично как какую-нибудь еще кладовку, либо маленький санузел. А вот здесь мы нашли трубу, вытяжку. Соответственно, здесь можно сделать примерно по этой стене большую шикарную ванну с окном. Если заказчик захочет, можно будет так сделать. Если нет, то как бы поставим ту ванну, либо как-то ее расширим, либо хотя бы минимально мы сделаем вход не со входа, а сделаем вход отсюда. Ну и вот так вот предварительно, если заморочиться с этой стеной, которая вот у нас под лестницей, это большая вся стена, и снести все, то можно получить достаточно интересное просторное помещение. Так, поднялись по лестнице, потом второй этаж, здесь на втором этаже три спальни, здесь спальня раз, здесь спальня два, ванная и спальня три. То есть, конечно, такой закуток в коридоре, что, в общем-то, можно поставить стенку и сделать кладовую. Эту ванную, конечно, надо что-то переделывать, какая-то очень-очень маленькая, ничего тут особо не поместится. Все мансардный этаж, потолки высокие, клевые, ну и как минус, скорее всего, нужно будет утеплять, думаю, чтобы было не жарко, потому что там крыша и буквально небольшая крыша. Еще из минусов есть вот такие вот металлические опоры, которые нужно будет обшивать по дизайну, как-то гипсокартоном, ступенечкой здесь и здесь. И вот такие вот наклонные окна, ну, как-то вот опять-таки к вопросу дизайну фасада, круглое окно, квадратное окно и угловой какой-то треугольник, да, вот как это все обыгрывать. Ну, с другой стороны, здесь напрашивается такая площадочка, ступенька, скамейка, да, где можно сидеть и смотреть на вид. Здесь вид, конечно, уже получше, немножко вызывает опасения этот участок, потому что тут, скорее всего, тоже там что-то застроят, но в целом нормальный вид. Соседнее здание здесь супер близко и, в общем-то, не мешает. Планировка здесь также можно сделать свободной, то есть несущие колонны, несущие металлические опоры здесь со стенки можно переделать. Эта спальня тоже прикольная, здесь круглые окна и круглые арочки. Тоже напрашивается здесь такое решение о мягкой зоне у окна и здесь. Ну и вот опять металлическая опора, которая торчит, так, в общем-то, прикольно. Так, и третья спальня здесь со своей ванной. Посмотрим размер ванны, небольшая ванна. Ну и, в общем-то, можно придумать, можно разместить. И эта комната подразумевается на хозяйская спальня. У нее выход во двор, на юг. Не скажу, что вид шикарный, но как бы нормальный. Ну и где-то там, конечно, хорошее вид. Так, здесь вот есть такой выступ стены, которую застройщик сделал, чтобы поставить здесь кровать, а здесь телевизор. Ну, мне кажется, мы этот выступ уберем и, может быть, по этому месту поставим стенку до конца и, как бы, отделим зону гардероба со своим окном. Точно так же можно поступить с той стороны, но там, скорее, будет просто какой-то шкаф хранения. Вот эту стенку можно вытащить немножко дальше и, чтобы здесь кровать красивее встала на всю комнату. И там уже как раз будет расположен встроенный шкаф. Ну, как бы, как вариант, как обыграть эти углы. Тоже есть вот эти металлические опоры диагональные. Тоже придется так же все обыгрывать по дизайну. То есть есть два треугольника здесь. Скорее всего, это тоже придется как-то сделать. Может быть, весь уровень потолка зашить. Здесь тоже что-то симметрично сделать. Ну, в общем, придется заморочиться, чтобы как-то обыграть. То есть даже элементарно, типа, как тут вешать шторы, как их вешать под углом, под наклоном. Ну, короче, как сегодня получится. Но, конечно, можно заморочиться и сделать. Так, ванну сказала. Тут тоже есть закуточек. Тоже можешь что-нибудь поставить. Ну, и все. И вот наша лестница. Ну, что получается так, что там у нас квартира была сквозная, большая. 165 квадратных метров. И в ней было только две спальни и большой зал. При этом, как бы, здесь 80 плюс 80 тоже получается. Там около 165 квадратов. При этом здесь наверху у нас три спальни. И вообще лестница. И вообще вот это большое, как бы, такое студийное пространство. Кухня, студия, зала. Вообще очень прикольно. Поэтому в целом это выгоднее. Три спальни. Много красивых окон. Много классных таких фишечек, которые можно придумать. Ну, и вообще такие вот высокие потолки с высоким уровнем. Ну, по-моему, прикольно. Пока мне эта квартира нравится больше всего.